Вы меня застали врасплох. Это зависит от того, насколько мы... Закончится когда-нибудь. Но я, конечно, в это верю. Каждый человек нуждается в внимании. Это очень интересно провести. Они тоже знают заботу о себе. Для кого-то важную, для кого-то средствую. Сохраним нашу историческую родину. По таким девизам проходит Международный день памятников и исторических мест. Именно о нем мы поговорим сегодня в нашей программе. Задача праздника напомнить обществу о необходимости сбережения культурного наследия, которое создано многими усилиями народов. А как мы можем поучаствовать в этом дне? Например, в учебном заведении мы можем проводить у себя беседы, собираться, обсуждать, каким образом все это сохранить, культурное наше наследие. Лучше устроить межгородный субботник, чтобы все собрались в каком-то единственном месте и обсудили, что можно сделать в этот день, что как бы не надо делать. Мы можем устроить субботники, чтобы не загрязнять такие места значимые. Это нужно начинать не вот с 17 апреля, не в день памятников, а нужно начинать с самого рождения человека. Воспитывать надо. Ну как? Иначе что? О чем разговаривать? Иначе человек должен в голове иметь какое-то сознание и осознанно поступать. Не осквернять памятники, не осквернять постройки, лавочки не ломать, пешеходные дорожки не портить. Знаете, вот у Болгакова как разруха в клозетах. Не в клозетах разруха, а в головах. Мне кажется, возле памятников обычно сидят люди, там лавочки, и там обычно все очень грязно. Ну, потому что дворники не всегда справляются с своими обязанностями. Мне кажется, можно просто прийти и хотя бы убрать территорию памятников, чтобы их сохранить. Моя семья из Алтайского края. Летом я бываю на малой родине у родственников. Алтайский край богат своей историей и, конечно же, памятными местами. Например, в Барнауле есть единственный памятник великому режиссеру, писателю и актеру Василию Шукшину. А какими историческими местами и памятниками знаменито место, откуда родом губкинсы? Терриконы в Донецке. А не могли бы вы рассказать, вот я не знаю ничего про этот памятник. Это не памятник, это шахты. Уголь добывают под землей, вот, а наверх породу вывозят. И вот они получаются терриконы. Вот достопримечательность. Еще достопримечательность. Примечательность, Кальмис, речка, по городу течет. Минск, конечно, столица Беларуси, Брест, Брестская крепость. В Пермской области, туда, куда я езжу, есть памятник Соли. Новосибирск, там есть самая длинная в России пешеходная дорожка по протяженности, вот, больше нет ее в России. В Украине находится памятник Богдану Хмелицкому, в городе Хмелицкий. Я родилась в Губкинском, где я сейчас и живу. Тут есть, ну, памятник Губкину, который создал этот город. Еще памятник первопроходцам. В России общее число охраняемых памятников насчитывает более 172 тысяч. Я мечтаю побывать на Мамаевом Кургане в городе Волгограде, увидеть своими глазами монумент Родина-Мать, посетить знаменитую панораму обороны Севастополя и увидеть Байкал. А где мечтают побывать губкинцы? В мире есть куча исторических мест, где я побывал, просто все не перечислить. Где есть возможность, там и хотел бы побывать. Всем чудес света хотел бы посмотреть. Все семь. Начиная с пирамид, ну, колосс Родовский уже, к сожалению, не существует. Ну вот, хотел бы посмотреть эти все. А в России? В России? Ну, в Золотое кольцо, естественно, по нему проехать, посмотреть. Я бы хотела еще раз проехать в Москву, потому что там есть, ну, некоторые памятники, которые я еще не успела посмотреть. Я бы хотел вообще поездить по миру, посмотреть исторические места. Хотела бы, наверное, и съездить в Париж, и там, ну, все, все известные сходить на Альфовую башню. Она очень интересная, высокая, говорят. Некоторые там были, говорят, красиво, интересно. Хотела бы под Смоленский мемориал, там, где польское и немецкое кладбище, Катынь посетить. Десять лет назад в Московской области в городе Луховицы установили необычный памятник огурцу-кормилицу. Дело в том, что выращивание огурцов является одним из основных источников доходов луховичан. Это не единственный необычный памятник в России. Есть памятник шпротам, сырку, дружба, человеку-невидимке. А какие бы монументы возвели губкинсы? Поставил памятник нашему президенту. Почему? Потому что это великий человек. Первопроходцам, тем людям, которые основали наш город, тем людям, которые здесь были в числе первых, которые построили железную дорогу, которые основали город, которые здесь работали, ну, ветеранами, естественно. Вот им низкий поклон и благодарность. Я бы возвела интернету, потому что интернет – это как, ну, то, что нас сейчас всех связывает. Памятник каким-нибудь кроссовкам или еще что-то в этом роде, я не знаю. Наверное, памятник школьникам, что они терпят, что в школу заканчивают. Это тяжело очень. В нашем городе есть памятник первопроходцам, бородинскому хлебу и бюст Ивану Губкину. Если бы у меня была возможность украсить наш город, я бы подарила ему памятник молодоженам. Там фотографировались бы новобрачные и назначали свидания влюбленные. А какие еще памятники можно установить в нашем городе? Мне кажется, по поводу истории войны что-то можно было бы. Ну, здесь практически нет ничего. Я бы сделала еще один парк с монументами, которые, ну, историческими именно. Ну, например, ну, как фонтан нефти, можно так сказать, на каком-то месте. И там возле парка, что-то погулять можно, там куда-нибудь сходить. Вот это вот классно. Может быть, еще, я бы, знаете, вот, ветеранам нашим, людям, которые заслуженно прошли, скажем, Великую Отечественную войну, Афганскую войну, Чеченскую. Ну, люди, которые честно, добросовестно выполняли свой долг. Может быть, учителю по вождению Иван Иванович в колледже есть такой хороший человек. Я бы поставил памятник людям, которые убирают нашу территорию, то есть наш город. Они держат его в чистоте. Это была программа «Мысли и слух». С вами была Елена Хиль. Увидимся на телеканале «Вектор». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова